Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос. Суть в том, что одиннадцатилетняя дочь постоянно все скрывает от вас и, соответственно, умрет и у вас не из-за этого конфликта. В результате этих конфликтов вы кричите, ссоритесь со своей дочерью, грубите, оскорбляете ее, после чего ощущаете вину. Есть понимание, что вы убиваете своим поведением личность реберка, что я боюсь, что убиваю своими криками в реберке личность и характер. В какой-то степени это так, вам стоит только, наверное, увидеть то, для чего вы это делаете. Ну, то есть, вот, почему, как, точнее, вы воспринимаете то, что она вам, например, мне говорит, не рассказывает свою жизнь. Да, то есть, надо понимать, что она подросток, что подростки в этом возрасте, ну, вообще, дети в этом возрасте, они не отличаются открытостью. Вот, они, ну, не отличаются такой откровенностью. Вот, и, соответственно, это, ну, нормально, потому что подростку очень важно сохранить свою автономию. Вот, подростку, очень важно сохранить, ну, условно говоря, какую-то, ну, какую-то целостность, да, вот, какую-то свою структуру. Вот, для подростка это ладно. А вы, по сути, пытаетесь обтурниться в её личной границе. Нет ничего плохого в том, чтобы узнавать, как у ребёнка дела. Мне кажется, что ребёнок скрывает, потому что вы это делаете не для неё. По мнению ребёнка, вы это делаете больше для себя, нежели чем для неё. И вот именно этот момент мотивирует ребёнка не рассказывать вам всей правде. Потому что если вы это делаете для себя, то и реагировать на это вы будете в своём контексте, а не в контексте, условно говоря, ребёнка. То есть, например, вы будете так, как, образно говоря, нужно вам, да, и так, как хочется вам в том контексте, в каком вам хочется, а не в том контексте, в каком нужно, например, ребёнку. И, может быть, от счастью именно поэтому она и пытается скрывать что-то. Ну, если говорить о причинах лжи, то есть, почему она врёт, я бы сказал, что это стыд. То есть, когда человек обманывает, не говорит правду, это больше просты, это больше именно про непринятие каких-то моментов. Человек не принимает какие-то собственные моменты, не принимает какие-то собственные, условно говоря, элементы себя. И пытается этого избежать. Избегая этого, человек нуждается в лжи. То есть, здесь, ну, вот, в какой-то степени, наверное, всё более-менее понятно. Вопрос немного в другом, почему для ребёнка это стало возможным, вот что важнее. Почему для ребёнка это стало, ну, как бы, реальным, да, вот, такое поведение. И вот это, конечно, интересно. Как мне кажется, как мне кажется, кажется, речь здесь идёт о вашем на неё влиянии. А именно, то, ради чего вы пытаетесь узнать, как у неё дела. Вполне возможно, что речь здесь идёт больше про то, чего вам не хватает. Может быть, речь идёт здесь больше про то, что вам нужно, про то, чего вам хочется, про то, в чём вы нуждаетесь. Но пытается это сделать за счёт своего ребёнка. Что, конечно, ну, не есть, как мне кажется, хорошо. Что не есть здорово, как мне кажется. И, соответственно, если у вас имеют место быть определённые сложности, если у вас имеют место быть определённые трудности в жизни, в вашей жизни, вот, то, мне кажется, что имеет смысл именно с этим поработать. То есть поработать с тем, чтобы вы постарались отделить то, что чувствуете вы и то, что нужно вам, от того, что чувствует ваша дочь и нужна ваша дочь. Да? Вот. И постараться честно ответить себе на вопрос о том, для чего я узнаю её как дела. Как я воспринимаю тот факт, что она не говорит мне, как у неё дела. Ну, например. 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 Да? Вот. Как я к этому отношусь? Ну, условно. Узловно говоря. Как я это воспринимаю? Вот. Воспринимаю ли я это позитивно? Или воспринимаю я это негативно? Ну, на мой взгляд, ты воспринимаешь это негативно. Вот. И, соответственно, наша задача с вами увидеть, а в чём здесь негатив? Как вас это задевает? Чем вас это задевает? Да? Задевает настолько, что вы кричите и так далее. Вот. Чисты вины, которые у вас возникают, связаны же с этим. То, что вы делаете. Вот. То, что вы делаете. Связано, скорее, с решением ваших собственных проблем. И нет ничего ужасного или постыдного в том, что у вас эти проблемы есть. Скорее, здесь сложность в том, что вы решаете их, свои проблемы. То есть, за счёт ребёнка. Вот это, я бы сказал, деструктивно, к сожалению. Да? Ну, потому что нельзя решить свои проблемы через других людей. Как бы вы это сделать не пытались. Вот. К сожалению. Такой вот ответ. И я полагаю, что вы пишите, что я не знаю, что делать. Вы в какой-то степени лукавите. Потому что вы обратились к психологам на сайт. Вы написали вопрос свой. А теперь вы говорите, что не знаете, что делать? Нет. Я думаю, вы знаете, что делать. Но просто ещё надеетесь на то, что всё образуется само собой. Нормализуется. Вы надеетесь на то, что всё само собой нормализуется. Вы надеетесь на то, что… Ну, как бы, ситуация с ребёнком ваш разрешится сама. Вы надеетесь на то, что… Вы, в конце концов, сможете справиться сами. Я бы сказал, что… Я был бы рад, если бы вы могли бы справиться сами. Но, скорее всего, скорее всего, этого сделать вы не сможете. Потому что если бы могли, уже бы сделала. А так, получается, что вполне возможно, вы себя просто пытаетесь обмануть. Потому что, ну, можете бояться, опасаться там чего-чего-то, да? И так далее. Вот. То есть это, как бы, такая вот, может быть, сложность здесь. Поэтому, если вы на самом деле хотите решить свою проблему, то имеет смысл подумать, имеет смысл подумать о том, вот, с чем чувство вины-то связан у вас, что чувство вины из себя представляет, да? Вот. Почему при наличии страха, то есть есть страх, что своими действиями я убиваю, как вы говорите, личность ребенка? Вот. Допустим. Допустим. Но все равно продолжаю на него рад. Есть страх, что я убежу своему ребенку, но все равно продолжаю на него рад. Я знаю, что я убежу своему ребенку, и все равно требую рассказывать, как у него дела. Вот. Возможно, вы слишком ответственны. Возможно, вы тяготитесь от порога, что ваша жизнь не совсем полна, скажем так. Тут нужно смотреть. Каждый отдельный случай, и ваш случай в том числе, нужно рассматривать отдельно. И стараться понять и исследовать все тонкости и нюансы этого. И только-только тогда можно, вот, ну, будет говорить о том, как вам помочь. В этом все, я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что вы постараетесь посмотреть на то, что именно вас тревожит, как выглядят противоборствующие стороны в вашей личности. Вот. И сможете сформулировать обратную связь, которая и подходит началом вашей терапии и работы над собой. Вот. Всего вам самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...